В прошлых видео мы с вами рассмотрели настройки секции. В этом видео мы будем рассмотреть настройки колонки. Колонка, она у нас, видите, тут цветом помечается, при наведении мыши, это называется колонка. Меня зовут Федор Васильев, и давайте подробнее разберем настройки колонки. Где-то настройки будут схожие между колонок и основной секцией, но все же их тоже нужно рассмотреть, потому что здесь есть свои нюансы. В моем случае, смотрите, у меня есть тут колонка, где размещен какой-то текст, и, видите, при наведении мыши тоже есть колонка, здесь у меня размещено изображение, дефолтное. Мы можем перейти в любую из колонок, настройки у них идентичные, и посмотреть, что там имеется, то есть какая гибкость, какая функциональность. То есть, понятное дело, при наведении мыши здесь есть вот этот значок, этот дубликат, это и так понятно, плюс это добавить, вот добавилось новое, и по крестику удалить колонку. А по клику вот по этой пентаграммке мы переходим и видим вот здесь ряд настроек. Здесь тоже у нас идет разделение на три категории, да, макет, стили и расширенные. Давайте начнем с макета. Первая ширина колонки в процентах, и поле пустое, то есть у нас сейчас они делятся как бы пополам, то есть 50 на 50, смотрите, если я здесь делаю 40, то она становится 40 и автоматически к этой колонке, если мы перейдем в настройки, видите, прописывается 60. Соответственно, она шире становится, а вот эта колонка уже. Причем не забывайте, когда вы будете настраивать мобильную версию, это действует везде, видите, маленькая пентаграммка здесь, компьютерная версия, если мы по ней кликнем, появится планшет и телефон, то есть для планшета здесь ничего не задано, для телефона тоже. Соответственно, если надо будет менять размеры, то придется в каждой версии делать размеры, то есть вот для телефона сейчас я сделал 10, видите, для планшета не задано, а для компьютера остается 40, то есть для каждого устройства мы можем задать разные размеры. Вертикальное выравнивание. Сейчас у меня текст посередине, смотрите, если вверх, видите, оно вверху, то есть относительно картинки, текста если немного, то смотрится, когда текст посередине, здесь понятно. Горизонтальное выравнивание тоже самое, только это выравнивание по горизонтали. Отступ виджетов 20 пикселей, 20 это у нас по умолчанию, далее HTML тег, об этом я говорил ранее, да, это что-то вроде микроразметки, то есть непосредственно колонку можно разметить, если это нужно. Вот он, в принципе, весь макет. Переходим в стили. То есть какие-то настройки я буду пропускать идентично настройкам секции, просто они одинаково действуют и объяснять одно и то же из пустого в порожное, я думаю, нет смысла переливать. Поэтому здесь у нас, смотрите, цвет, это понятное дело, это заливка только колонки. То же самое градиент, вы видите, настройки все идентичные, ничего нового здесь нет, то же самое, что я рассказывал для секции. И также можно слайд сделать прямо в колонке, то есть это я объяснять не буду. Также можно сделать при наведении разницу. Дальше, перекрытие фона, но это то же самое, перекрытие фона, overlay по-другому, граница, то есть сделать рамку именно колонки, типографика, но это то же самое, текст, заголовок, ссылки, поменять цвет всем текстом, всем заголовком расположены именно в этой колонке. Если вы не смотрели предыдущие мои два урока, то, скорее всего, вам покажется, что я здесь достаточно бегло пробегаюсь, не рассматриваю в деталях. На самом деле, посмотрите предыдущие два урока, и вы все поймете. Дальше, расширенные настройки. Но здесь то же самое, внутренние отступы, внешние отступы, Z-index, я рассказывал, что это такое, KSS-ID и KSS-классы. Атрибуты, микроразметка абсолютно действует аналогично, как и в секциях. Эффекты движения. Абсолютно также будут действовать эффекты движения, то есть здесь на самом деле этот эффект будет смотреться куда симпатичней. То есть если я выбрал эффект, видите, вниз уходит. То есть тоже здесь особо заострять внимание не буду, лишь покажу на сайте. Просто я в секциях уже показывал, как это работает. Для колонок это смотрится несколько симпатичней. То есть я прокручиваю вниз, и только при прокрутке, видите, идет анимация, такой параллакс эффект, как бы секция уходит за картинку. И сейчас наглядный пример, как раз таки я могу продемонстрировать вот этого Z-index, то есть это вот здесь у нас. Я только словами объяснил, что это такое, но на деле не показывал. Сейчас смотрите, у нас эта ячейка, эта колонка, она уходит за background, за нижний. Если я поставлю здесь одну девятку, видите, что происходит? То есть она становится поверх всего. Вот сейчас вы видите, она заходит за картинку. Обновимся. Сейчас оно поверх. То есть это очень гибко. Если это нужно сделать так, вот зачем нужен Z-index. Ко всему прочему, к этой анимации вы можете еще подключить mouse-анимацию. Например, есть 3D. Смотрите, я двигаю мышкой, и просто магия происходит, волшебная. При прокрутке, смотрите, она опускается вниз. И плюс еще, когда я рядом мышкой вожу, происходит такая некая анимация. 3D-анимация. Здесь можно усилить изгибы. Видите, происходит просто что-то шедевральное. И есть в другую сторону, как бы движется. Давайте посмотрим, как это будет на сайте. То есть, ну это достаточно сильно гнется, можно поменьше сделать. И плюс она еще и движется, видите, вот так. То есть достаточно смотрится симпатично, стильно, круто. И у нас с вами здесь остается адаптивность. То есть скрыть на телефоне, если нужно, именно эту колонку и все, что в ней находится на планшете или на компьютере скрыть. Ну и Custom CSS произвольный стиль. В принципе, все. Я рассказал о колонке. Это в каждой колонке можно производить такие настройки. Настройки идентичны. Урок получился небольшой. И давайте в этот урок включим еще несколько слов о вот этих вот нижних кнопках. Отдельный урок записывать я не думаю, так как здесь информации совсем мало. То есть вот эта настройка, вы уже в принципе знакомы. Я не раз об этом говорил. Что здесь такое настройки, да? Здесь есть навигация. Вот эта вот полезная штука. Смотрите, видите, я мышкой перемещаю. Я вообще предлагаю вот это окно. Его можно закрепить здесь. Например, вот сюда вот я его просто к краю браузер подтягиваю. Видите, и светится синяя полоса. Отпускаю мышь. И теперь всегда будет прилеплена вот такая здесь навигация. Что это за навигация? Это на самом деле все, что находится на странице. Здесь будет удобный доступ. То есть вот так можно разворачивать и смотреть. То есть это все, что сейчас у меня есть вот на данной странице, где я нахожусь в настройках, вот в редактировании страницы. Видите, можно даже вот так перемещаться. То есть, смотрите, можно вот так вот развернуть. Видно, что здесь заголовок, текстовый блок. То есть, смотрите, вот так глазиком. Кликнуть по глазику можно временно, видите, вообще отключить в режиме редактирования, если мешает, например, целиком блок. Или отключить вот так всю секцию. Вот так вот, видите, отключается. Эта навигация очень полезна, когда у вас на странице очень много инструментов. То есть вы очень быстро можете перейти в режим редактирования. То есть просто я кликнул мышкой два раза по картинке и перешел выйти в настройки данной картинки. Или всю структуру можно развернуть вот так вот по этой стрелке. Вот так вот, видите, разворачивается. Полезная кнопка «История» откатываться до предыдущих изменений. То есть верхняя – это самое последнее. Например, просто мышкой кликаю и смотрим изменения, то есть какие я сделал. Вот, например, Z-index отключил. Видите, пропала заливка. То есть это я переключился до того момента, когда я еще не залил колонку. Если я переключусь выше, она вот опять залита. То есть вот так вот действует история. Макеты, понятно, переключение на планшет, на мобильную версию, чтобы настроить для каждого устройства, чтобы на каждом устройстве красиво отображался сайт. Ну и глазик – это предпросмотр страницы. Ну и кнопка «Обновить» и рядом есть стрелочка. По клику по стрелочке разворачивается «Сохранить черновик» и «Сохранить как шаблон». Вот про «Сохранить как шаблон» – черновик, понятное дело, что это такое. Про шаблоны мы будем говорить в следующих видео. Если вас плагин Elementor Pro заинтересовал, то вы можете купить его по ссылке в описании прямо под этим видео, таким образом поддержав меня. На этом данное видео закончено и увидимся в следующих видео.